Приветствую всех, с вами комментатор Олег Саламаха и это рубрика Гамбитные эксперименты. Рубрика где мы с вами пытаемся играть различные гамбиты, но в последнее время что-то у нас с гамбитами не ладится. Впору переименовывать рубрику в трех минутки. Так, сицилианские мы с вами пробовали гамбит, теперь пробуем гамбит мора. Так, вот гамбит мора у нас приняли, отлично. Отлично, отлично, соперник уверенно все исполняет. Так уверенно, что у меня просто нет слов. Так, ну е5 здесь сразу же. По-моему не очень уверенно соперник исполняет. Так, ну здесь забрали. забрали. Так, а если слон f4? Еще, как говорится, навалились. Ферзь e7. Ааа, ферзь e7. Да, ферзь e7 хороший ход. Может быть я его недооценил. Тогда слон g5. Меняем, как говорится, траекторию полета. Пытаемся вызвать ослабление. Ослабление успешно вызвано. Теперь пешка на поле е5 слабая. Так. Ну что, коня на е4. Он меня может где-то попробовать g5, f5, f4 задавить, но пока вроде бы не работает. Е5. Сразу же. Так, 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 так. Без слона рискую остаться. Рискую остаться без слона. Нужно наверное слон g3. Нет, слон g3, f5 пока нет хода. Он g5 хочет пойти. Давайте пока h3, наверное, сыграем. Чтобы хотя бы слон на h2, если что, у нас ушел. В случае наглого g5. Мало ли ему взбредет в голову. А здесь g4 резко. Чтобы он сам, как говорится, не пошел никуда. Играем на доминацию. Конь на поле е8 у соперника пока не играет, поэтому мы играем на его фигуры. h6. Так, ну b4. Ограничиваем, как говорится, фигуры. Фигурки у соперника стеснены. Так, здесь слон g3. Может быть даже по линии h получится начать играть. Соперник здесь довольно-таки интересно сыграл. Теперь король g2 и водя h1 грозит. Соперник, мне кажется, зря так себя вскрыл. У меня же слон на поле е6, c4, вернее, настоящий монстр. Тут надо уже какой-то слон f7, что ли, играть. Чтобы мат-то не зевнуть. А-а-а, он конь d4. Ничего себе. Симпатично сыграно. Конь бьет d4. Так, подождите, не зевок ли это, да? Стоп. У меня сейчас повис конь на поле. Я вижу, да, конь на поле е4 повис. А если f3, то он просто съедает, да? А если слон бьет d6, то конь бьет d6. Хм, симпатично придумано. Хорошо, тогда сыграл. Защитил. Слон d3. Но придумано безусловно симпатично. Взяли, взяли. Безусловно симпатично придумано. Сопернику браво. Так, ну здесь взял. Здесь взял. Так, и здесь защитил. Что-то, что-то соперник сейчас вот явно делает не то. Без коня он здесь явно не выживет. Так, ну что, шах. Выпишем. Король сюда. Если теперь шах сюда. И шах на а2. О, как интересно. Стоп, а если шах на а2? Шах на а2. Конь f7. Стоп, ну-ка, шах на а2. Дальний шах. Ладья f7 играет. И теперь слон g6. Какая любопытная позиция. Ну, качество я выиграю. Но пешка опасная. Шахов нету. Король ушел, да. Так, стоп, а шах сюда. Ну-ка, влезли. Забрали. Конем забрал. Да, конем забрал. Ушел. Сейчас шахи начнутся на е4. Не то, не то, не то. Ой, не то все. Долго. Долго и нудно. Начались шахи. Ой-ой-ой-ой-ой. Шахи. Восемь секунд. Ой, ничего не успеваю. Взял. Ушел. Съел. Шах. 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 Две секунды. Успел. Успел. Вот это жесть. Успел. Ох, блин. Соперник написал good game. Да, спасибо. Надо ему написать тоже good game, good game. Фух. Блин, ё-моё. Тяжёлая партия на самом деле. Соперник предлагает реванш, но мы, как обычно, вежливо отказываемся, так как это у нас партия в рамках рубрики... Забыл уже какой. В рамках рубрики гамбитные эксперименты. Если партия вам понравилась, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами же был комментатор Олег Саламаха. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!